Всем привет! Вы смотрите... Ой, что это случилось с нашим фоном? Кажется, я догадалась. Наверное, это баба-яга его украла. Маш, ну ты шутишь? Ладно, ладно, пойдем по другому сценарию. Последние полгода только и слышно то тут, то там. Криптовалюты, майнинг, биткоин, ICO. Но что это такое? Для чего и кому все это нужно? Портал HappyCoin Club наконец открывает ознакомительный курс с индустрией. Меня зовут Мария Швецова и я приступаю к расследованию. Ладно, ладно, просто поехали. В этом выпуске о блокчейн и биткоине. В основе двух понятий лежит новая технология, по некоторым заверениям революционная, хотя больше она походит на эволюционную. Блокчейн. Проще говоря, представьте себе виртуальную записную книжку, доступ которой есть у всего мира. Но если вы решили сделать запись, то она вносится одновременно у всех ее пользователей. Типа как Google Документ. А теперь внимание! Что же это получается? При наличии всемогущего интернета в любое время и из любой точки мира вы можете просмотреть желаемую запись в этой книжке и получить необходимые данные. А если автор записи позволит, то и всю информацию о нем, вплоть до того, сколько чернил он потратил и где покупал ручку. Вы спросите, а как же безопасность? Беспокоиться не стоит, только если легенда станет явью и родится тот, кому предначертано изменить мир. То есть, каждая запись надежно зашифрована инструментами современных достижений криптографии. Чтобы изменить или удалить из этой книги хотя бы одну, придется неслабо потрудиться, так как взломать придется одновременно 51% всех книг на планете. Вы все еще не разобрались? Не беспокойтесь, у вас на это нет шанса. Рассмотрим пример. Представьте, что государство выделяет энную сумму денег на строительство дорог. Обычная история на этом заканчивается. О том, как протекает работа, нас никто не информирует. Но с блокчейн каждый человек в любое время суток сможет узнать все подробности о сделках, когда, где и по какой цене. Эти данные нельзя будет подделать или скрыть. Факты использования средств будут доступны всем налогоплательщикам. Ох, заживем! Интернет привнес в нашу жизнь открытость информации, но блокчейн прокладывает путь к неизменности и надежности хранения данных. Собственно, на этом и основана криптовалюта. Примерно с этой секунды в наших дальнейших выпусках мы будем уменьшать расстояние между вами и различными криптовалютами. Кстати, каждая из которых определяет правила записи и способ защиты данных, которые заносятся в записную книжку или блокчейн. Самое первое применение данной технологии – это биткоин. Валюта используется для передачи данных в одноименном блокчейне, сети которой одновременно принадлежит всем ее участникам. И чем больше в ней пользователей, тем она надежнее. Никто, кроме вас, не имеет доступа к биткоинам, которыми вы владеете. А значит, и ответственность за сохранность своих средств вы также несете сами. Хотя информация о всех транзакциях общедоступна, сеть анонимна. Пока вы не поделитесь с другими пользователями, они не узнают, что именно этот адрес ваш. Все транзакции в сети являются необратимыми. В данном случае не рассчитывайте на службу поддержки. В процесс не может вмешаться никто. Учитывая, что сделка происходит в глобальной компьютерной сети, ваше физическое местоположение не имеет никакого значения. В Америку – легко. Соседу с первого этажа – конечно. Лифта нет, потом еще подниматься. За сравнительно короткое время биткоин приобрел впечатляющую популярность. И несмотря на критику, его принимают компании по всему миру. От таких гигантов, как Dell, Expedia, Microsoft, до частной клиники в Варшаве и франшизы Burger King в России. Ну а на этом наш первый урок подошел к концу. Поздравляю, теперь вы точно знаете, что такое биткоин и блокчейн. С вами была Мария Швецова. Подписывайтесь на YouTube-канал HappyCoin Club. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк. С нами не только привлекательно, но и познавательно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok